Аркам ТВ представляет Сегодняшняя хутба посвящена в основном одному аяту из суры «Аль-Хадж». Это аят, о котором я долгое время размышлял, но у меня не было шанса провести хутбу по нему или поделиться своими мыслями о нем. И причина, почему я обратил внимание именно на этот аят, состоит в том, что я часто наблюдаю за разговорами людей, либо в соцсетях, либо встречаюсь с людьми по всему миру и общаюсь с ними с глазу на глаз. Сначала я хотел бы пояснить вам, о каких именно разговорах я говорю, и затем поделиться с вами, почему я считаю, что нам необходимо всегда помнить об этом аяте. Знаете, мы живем во время, в котором переплетается множество путаниц, и не разбери их. Каждый день у нас возникают всевозможные вопросы. Например, есть люди, которые проходят через сложные испытания в своей жизни. Понимаете, верующий, который хорошо знает свою религию, понимает книгу Аллаха, читает те исцеляющие и смягчающие сердце советы, которые содержатся в благородном Коране и в сунне его посланника, мир ему и благословение, сможет найти утешение в книге Аллаха. Мы с вами живем в странное время, мы называем его информационной эрой. Однако многие из нас очень мало знают о своей религии. Мы не знаем, каким образом наша религия, наше Писание может даровать нам исцеление, как оно должно помочь нам преодолеть трудные времена. И когда такое происходит, мы становимся очень легкой жертвой для шайтана. Когда люди переживают тяжелые времена, шайтан атакует их всевозможными наущениями. Например, тому, кто болеет и находится в больнице, шайтан внушает различные страхи и сомнения. Сомнения в Аллахе, сомнения в предопределении. Если вы теряете работу или у вас возникают проблемы в браке, проблемы в учебе, проблемы со здоровьем, какие бы проблемы вас не постигли, очень легко начать думать, «Наверное, Аллах больше не любит меня. Почему Он поступил со мной так? Что я сделал, чтобы заслужить такие проблемы? Я так много делал дуа, а Аллах ни разу не ответил мне. Значит, Ему все равно, что со мной. Я держал пост весь Рамадан. Я даже отправился на Умру. Я постоянно прошу Аллаха исцелить моего ребенка, избавить меня от проблем. Но ничего не меняется. И это то, что касается личной жизни, что само по себе является трудным испытанием. Но помимо этого бывают еще и мировые кризисы, войны. Возможно, среди вас есть люди, чьи родственники сейчас в Сирии или в других горячих точках по всему миру. Жизни наших семей, наших детей под угрозой. В мире происходят всевозможные катаклизмы и катастрофы, в которых погибают люди. И тут же вспоминаешь слова Пророка, мир ему и благословения, о том, что наступят времена, когда убийца не будет знать, почему он убивает, а тот, кого убивают, не будет знать, за что его убивают. И когда происходят подобные кризисы, некоторые люди говорят себе, почему это сумасшествие происходит в мире? Где Аллах? Почему Он не исправляет наше положение? Ведь мы постоянно взываем к Нему. Дуа аль-Кунут читают в мечетях по всему миру. «О Аллах, помоги Исламу и мусульманам! О Аллах, помоги нам против врагов религии!» Но такое ощущение, что враги становятся все сильнее и сильнее и продолжают проливать нашу кровь. И, видя все это, кто-то может разочароваться в своей религии и начать думать. А в чем тогда смысл? Зачем я вообще делаю дуа? Ведь ничего не меняется. Это, на самом деле, очень распространенная проблема. И вследствие этой проблемы происходит несколько вещей. Некоторые люди полностью перестают молиться. Не то что дуа, они даже перестают делать намаз. Они больше не заботятся о своей молитве. А одна из главных функций молитвы, как Аллах сказал в Коране, это защита. «Воистину, молитва защищает вас от всевозможных видов бесстыдства и непристойного поведения, а также от любых видов зла». Получается, что тот, кто оставляет молитву, теряет всякую защиту от шайтана. Они могут совершать любые злодеяния. И при этом даже не осознавать, почему они совершают их. Но также есть люди, которые не зашли так далеко. Они по-прежнему держатся за свою религию. Но они еле как держатся за нее. Образно говоря, висят на волоске. Они еле-еле приходят на пятничную молитву. Даже это им дается с большим трудом. А у некоторых дела обстоят так плохо, что они не могут долго находиться в мечети. И если им приходится там быть, то они начинают чувствовать дискомфорт и хотят побыстрее уйти. Вот что происходит с ними. Лично я встречал много таких людей. И я не считаю их испорченными или заблудшими. Но я уверен, что их терзают сомнения. У них неправильные представления. В их голове много вопросов, на которые нет ответа. И из-за этого человек становится на очень опасный путь, который может привести его к потере веры. В начале суры «Аль-Хадж» Аллах говорит о людях, которые поставили себе цель ввести в заблуждение других людей. Это злые, порочные люди, единственная цель которых – это спорить относительно Аллаха без каких-либо знаний. Это те, кто постоянно выступает против религии. Они ненавидят верующих людей, религию, ненавидят Аллаха, ненавидят пророка, миривое благословение. И при этом у них нет никаких знаний, нет никакого руководства. Они не приводят никаких просветительных мыслей, а спорят просто так ради спора. Это настолько испорченные люди, что им недостаточно того, что они сами заблудшие. Они не находят себе места, пока не введут в заблуждение других людей. Они обязательно должны кого-то сбить с прямого пути. Это одна группа. Но я не о них хочу сегодня поговорить, а о тех, кто находится на краю пропасти. Так описывает их Коран. «Среди людей есть такой, который поклоняется Аллаху, находясь на самом краю». «Харф» переводится как «край скалы». Они поклоняются Аллаху, находясь на краю обрыва. Что это может означать? Это значит, что они балансируют на грани и вот-вот сорвутся в пропасть. То есть, их вера очень нестабильная. В их поклонении нет стабильности, нет устойчивости. У них множество вопросов, противоречивых эмоций. И как это проявляется? Вот как Аллах описывает это. «Фаин асабаху хайрун итма'анна бихи». Если в его жизни происходит благо, он чувствует спокойствие. Отлично. Аллах наконец услышал мои дуа. Теперь я буду молиться. Я чувствую себя лучше. Если же его постигает фитна, то есть какое-то испытание, то, что испытывает их веру. Фитна буквально означает испытание. И здесь Аллах не указывает на то, что противоположно благу, на зло. То есть, мы бы ожидали, что Аллах скажет, если же его постигает зло. Нет, Аллах сказал, если же его постигает фитна. Почему это слово так важно здесь? Потому что Аллах дает нам понять, что когда в вашей жизни происходит что-то плохое, то это Аллах подвергает вашу веру испытанию. Когда человека постигнут испытания, Аллах хочет увидеть, готов ли он верить в Аллаха, который по-прежнему любит, по-прежнему заботится о Нем, по-прежнему милостивый, милосердный, который по-прежнему дарует ему удел, по-прежнему оберегает его, даже несмотря на то, что человек этого не видит, а видит перед собой только одни сплошные проблемы. При том, что шайтан постоянно наущает его. Где же Аллах? Шайтан хочет, чтобы вы задали себе этот вопрос. Итак, иногда Аллах желает поставить вас в трудные обстоятельства, чтобы увидеть, насколько сильна ваша вера. Кстати, одно из основных качеств верующих это то, что они веруют в сокровенное. Они веруют в Аллаха, Которого они не могут увидеть. И мы не только не способны увидеть Аллаха, но также не способны увидеть и Его план. Аллах не раскрывает вам своих планов. Вот как пройдет твой день. Да, сейчас у тебя трудности, но облегчение непременно придет через несколько лет, несколько недель или несколько часов. Мы не знаем, ситуация справится через несколько минут или же через несколько лет. Мы просто не знаем. Аллах не сообщит вам об этом. Аллах не открывает вам сокровенное знание. Он не должен. Единственное, что Он просит вас сделать, это довериться Ему. Всегда помните, что Аллах любит вас больше, чем вы когда-либо будете любить сами себя, что Ему нет никакой выгоды от того, чтобы вас наказывать. Аллах говорит, «Зачем Аллаху подвергать вас мучениям, если вы будете благодарны и уверуете? Почему вы думаете, что Аллах желает наказать вас? Аллах Сам задает этот вопрос. И поэтому, когда мы с вами проходим через испытания, это хороший повод оценить нашу веру. Ведь очень легко поклоняться Аллаху, когда все хорошо. Это легко. Но намного сложнее верить, особенно в некоторые из имен Аллаха, за которые мы держимся в трудные времена. Намного сложнее верить в них, когда нас постигают беды. Мы верим, что Аллах исцеляющий, что только Аллах способен на исцеление, и что Его книга – это исцеление. Но когда мы сидим в больнице перед умирающей матерью или умирающим отцом, то некоторым становится сложнее верить в это. Я бы хотел посвятить эту проповедь двум темам. Первое – это исправление наших представлений о мольбе как таковой. Практически во всех мольбах, которые встречаются в Коране и Сунне Пророка, миримые благословения, вы можете найти одну общую идею. В них вы просите Аллаха улучшить ваше положение. Дать вам больше силы и способностей, даровать вам прямое руководство, даровать вам прощение и внушить вам чувство благодарности. О, Аллах, дай мне способность быть благодарным Тебе. Я приведу вам аналогию, чтобы помочь вам понять, к чему я клоню. Я еще не дошел до сути. Представим, что человек плывет на корабле посередине океана. Внезапно корабль столкнулся с горой и начал тонуть. Человек в последний момент ухватился за кусок бревна. И вот он находится посреди океана и взывает к Аллаху. Находясь в таком положении, он может обратиться с такой мольбой. «О, Аллах, перенеси меня отсюда на остров». Сделай так, чтобы шторм прекратился. Или же он может сказать «О, Аллах, дай мне силы выдержать это испытание». Теперь, когда он говорит «О, Аллах, отправь ко мне прямо сейчас вертолет и перенеси меня на остров». И он снова повторяет «О, Аллах, вертолет! О, Аллах, мне нужен вертолет!» А вертолет так и не прилетает. Он может сказать «Аллах даже не отправил мне вертолет! А ведь я так много просил его об этом! Это несправедливо! Да ну все это! Я больше не буду делать дуа!» Или, например, он просит, чтобы океан превратился в сушу. «О, Аллах, Ты способен превратить что угодно во что угодно! Ты сотворил все это! Пусть этот океан превратится в сушу! Сделай это для меня! Ведь ты же сделал огонь прохладным для Ибрахима! Но ничего не меняется! Это по-прежнему океан! И этот человек по-прежнему медленно тонет! К чему я это говорю? А к тому, что очень часто мы думаем, что цель мольбы – это изменение реальности вокруг нас. Мы фокусируемся на изменении реальности вокруг нас. Однако, если вы внимательно изучите дуа, которые встречаются в Коране и Сунне, вы заметите, что изменение, о котором просят люди, это изменение самих себя. О, Аллах, я попал в тяжелую ситуацию! Дай мне силы преодолеть это испытание! Приведу вам простой пример. Какой-то студент собирается сдать экзамен. И делая дуа, он может сказать, «О, Аллах, дай мне способность лучше понять этот предмет! О, Аллах, помоги мне сосредоточиться! О, Аллах, избавь меня от волнения во время экзамена! О, Аллах, избавь меня от лени!» То есть, обратиться с тем, что касается исправления его самого. Или же он может сказать, «О, Аллах, преврати этот университетский экзамен по медицине в школьный экзамен по математике второго класса, чтобы я с легкостью сдал его». Либо он хочет изменить реальность, либо он хочет стать лучше, стать сильнее. Люди со слабой верой не хотят изменять самих себя, становиться лучше. Они хотят изменить реальность вокруг них. И они продолжают просить Аллаха изменить реальность вокруг них. И меняется ли она? Нет. И когда ничего не меняется, они обвиняют Аллаха. Они начинают говорить, «Почему Аллах не изменил мое положение? Почему Он не принес мне все на серебряной тарелке?» Вы хотите, чтобы реальность покорилась вам? Но сначала вы должны научиться по-настоящему покоряться Аллаху. И вы не должны обращаться к Аллаху, только когда у вас проблемы. Вы должны обращаться к Нему постоянно. Вы должны постоянно быть покорными Аллаху. И, кстати, наступит время, когда реальность будет подстраиваться под нас. И это произойдет тогда, когда мы встретим Аллаха. Мы будем получать все, что захотим. Но проблема в том, что мы хотим всего прямо сейчас. Аллах как бы говорит, «Я дам вам это в будущем». Но здесь, в этой жизни. Временами вы будете благоденствовать, а временами вас будут постигать испытания. И единственная причина, почему Аллах посылает нам испытания, это чтобы вы прошли их и тем самым заслужили рай. Аллах хочет, чтобы вы прошли через эти испытания, поскольку они приблизят вас к Нему. И это приводит меня к моей следующей мысли. Итак, какова цель трудностей и испытаний? В этой жизни мы стремимся к определенным вещам. Молодые люди хотят жениться, девушки хотят выйти замуж, мы хотим иметь хорошую работу, мы хотим иметь большой дом, мы хотим, чтобы наши семьи жили в достатке, хотим самого лучшего своим детям, хотим дать им образование, женить их, выдать замуж. Есть вещи, которые являются приоритетными в нашей жизни, которые крутятся у нас в голове на протяжении последнего месяца, года, двух лет. Это дела, которых вы хотите добиться в своей жизни. Аллах Великой Невозвышен учит нас в своей книге, что в этой жизни есть нечто, что является ценнее всего остального. Все остальное будет в порядке, если вы приобретете одно это качество, и это качество близость к Аллаху, хорошее отношение с Аллахом и установление по-настоящему крепкой связи с Ним. Но проблема многих людей в том, что когда в их жизни происходит хорошее, и только хорошее, они становятся беспечными. Они играют в видеоигры, смотрят фильмы, засиживаются в соцсетях, гуляют с друзьями, проводят вечера в кафе и ресторанах. Они настолько погружаются в мирские наслаждения, что в их жизни не остается места для Аллаха, для его религии. Их заботит лишь одно сплошное развлечение. Но затем наступают тяжелые времена. Друзья куда-то исчезают, игры уже не приносят удовольствия, машина уже не радует глаз, поскольку здоровье потеряно. Когда нет здоровья, все это теряет какое-либо значение. Единственное, что заботит человека, это как можно побыстрее покинуть больничную койку и желательно на своих двух ногах. Ему приносят его любимую еду, а он не хочет ее есть. Предлагают посмотреть фильм, а он не хочет посмотреть его. Все, ради чего он жил, что приносило ему удовольствие, все это исчезло и потеряло для него всякий смысл. И все это по причине всего одной милости, которой Аллах временно лишил его. И в такой момент у него есть два варианта. Если он из тех людей, кто поклонялся Аллаху, стоя на краю обрыва, то он начнет жаловаться Аллаху. Почему ты поступаешь так со мной? Ты не хотел, чтобы я был счастлив? Или он может получить самое ценное сокровище, которое только бывает. И это сокровище, смиренность и приближенность к Аллаху. Приобретя это, человек поймет, что даже когда он был здоров, даже когда он был богат, даже когда у него все было хорошо, он не осознавал, что находится под полным контролем Аллаха. Всевышний обеспечивал его жизнь каждое мгновение, и что сам он ничего не заработал. Не было в его жизни ничего, на что он мог бы сказать, «Этого я сам добился». Поэтому Аллах Велик Он и Возвышен говорит, им уготован удел за то, что они приобрели. Даже говоря о своих милостях, Аллах Велик Он и Возвышен говорит, «Стремитесь к милости от Аллаха». Не к заработку от Аллаха, поскольку вы сами ничего не зарабатываете. Все, что дано вам, является милостью от Аллаха к вам. Но временами мы не осознаем этого, поскольку все приходит к нам легко. Но затем, когда вас постигают беды, вы начинаете молить Аллаха, просить Аллаха, плакать перед Аллахом, молиться так, как вы никогда раньше не молились, чувствовать такую близость к Аллаху, какую вы никогда не ощущали раньше. И затем, когда Аллах исцеляет вас, вы осознаете, что та близость к Аллаху, которую вы испытывали, когда никого не было в больнице, когда вы тихо в одиночестве плакали перед Аллахом. Эти моменты были самыми сладкими моментами во всей вашей жизни. Это были те пару моментов в вашей жизни, когда ничего не было между вами и Аллахом. И это могут быть моменты близости к Аллаху, которые спасут вас в вечной жизни. Они могут быть самой большой милостью, которую Аллах даровал вам. Но те люди, которые стоят на краю, когда наступают трудные времена, оборачиваются вспять. Что это значит? Это значит, что они не хотят больше иметь ничего общего с религией. Как Аллах мог покинуть меня? Почему Он наслал на меня эти испытания? Почему Он поступил так со мной? И это очень легко заметить в наше время. Мы живем в чрезмерно потребительском обществе, в обществе, где мы получаем все очень быстро. Хотите развлечений? Просто откройте приложение в своем телефоне. Хотите купить что-то? Просто закажите это на Амазон, и вам доставят это прямо до дверей. Сегодня все стало легко доступным и сиюминутным. Хотите какую-то вещь? Не вы пойдете за ней, а она будет привезена к вам. Теперь все можно приобрести очень быстро. Мы привыкли, что нас постоянно обслуживают. И если наш заказ опаздывает на два или три дня, мы поставим одну звезду, палец вниз, напишем плохой комментарий. Поскольку мы привыкли получать все быстро. И вот когда у нас возникают проблемы, мы взываем к Аллаху, ожидая, что Аллах решит нашу проблему. Однако мы уже привыкли, что наши требования выполняются очень быстро, почти незамедлительно. И когда этого не происходит, мы думаем про себя. Хм, я не привык так долго ждать. Обычно я сразу получаю то, что хочу. Я больше не буду обращаться к Аллаху за помощью, поскольку мы относимся ко всему потребительски, считая, что на все имеем право. И в результате такие люди отворачиваются от Аллаха, говоря себе, «Он даже не услышал меня. Он не решил мою проблему». Поймите, что Аллах Велик и Он Возвышен для каждого установил свой план. Приведу вам для сравнения историю Якуба, мир ему, который расстался со своим ребенком. Аллах вернул ему сына спустя многие годы. И матери Мусы, мир ему, также пришлось расстаться с ним. Она даже бросила его в реку. Но к ней ребенок вернулся спустя всего несколько часов. Как только Муса проголодался, он начал плакать. И поскольку он отказывался принимать других кормилец, к нему привели его собственную мать. К чему я это говорю? Иногда в этом мире Аллах облегчит вашу боль сразу же. А иногда Он облегчит вашу боль спустя многие годы. Но в обоих случаях это является благом для вас. Я люблю историю про Юсуфа, мир ему, поскольку в ней заложено много полезных уроков. Все эти годы отец Юсуфа плакал и горевал. Так ведь? Он чуть было не потерял зрение. Некоторые толкователи сказали, что выражения «его глаза побелели» означают, что он стал слепым из-за долгого плача. Но где был Юсуф все это время? Он был в тюрьме. Сначала он был слугой. Когда он вырос, его бросили в тюрьму, где он провел много лет. Получается, что он либо был слугой, либо сидел в тюрьме. Совсем не сладкая жизнь. Но в конце концов он истолковал сон царя. И этот сон означал, что вся экономика страны может разрушиться через 7 лет, и люди могут умереть от голода. И единственным, кто знал, как разрешить этот кризис, был Юсуф. Если бы он не оказался в тюрьме, он бы никогда не помог царю. Вы понимаете это? Если бы Юсуф, мир ему, остался рядом со своим отцом, этого никогда бы не случилось. Но вот после того, как Юсуф успешно интерпретировал сон царя, он сказал, я могу взяться за эту проблему. Сделай меня хранителем казны. Возложи эту ответственность на меня. Когда он сделал это? Когда он решил эту проблему. К чему это привело? Потому что тысячам, если не сотням тысяч родителей, не пришлось плакать от того, что их дети умерли от голода. Один отец плакал все эти годы. Но его слезы стали причиной избавления тысяч семей от горя и плача. Поскольку, если бы Юсуф не спас экономику, если бы он не спас урожай, всю страну бы поразила засуха. И люди умерли бы от голода, могли бы разгореться войны и еще какие-нибудь катаклизмы. Иногда испытания, через которые вы проходите, приносят благо не только вам, но, возможно, ваши трудности и испытания станут непрерывной милостыней для очень многих людей. А мы даже не будем знать об этом. Но если вы находитесь на краю, у вас не будет такого упования на Аллаха, и как результат вы отвернетесь от Него. И в конце Аллах говорит, он потерял как мирскую жизнь, так и вечную. Это будет последняя часть хутбы. Когда люди поступают так, они теряют этот мир и следующий. Что это означает? Почему этот человек теряет мирскую жизнь и вечную? Послушайте. Человек был сотворен в тяготах. Неважно, верите вы в Аллаха или нет, у вас все равно будут трудности в жизни. Так или нет? Верите вы в Аллаха или нет, наступит время, когда вы с трудом будете зарабатывать на жизнь. Или вас будут мучить болезни. В этой мирской жизни нет такого, что верующие живут в роскоши, а не верующие в нужде и тяготах. Нет. Аллах сделал так, что абсолютно все люди испытывают тяготы. Это то, что он сказал. Если вы сможете пройти эти испытания с иманом, то вы получите наилучшее в этой жизни и затем наилучшее в следующей жизни тоже. Вы будете ощущать такой мир в душе, которого не дано постичь никому другому. Вы будете болеть, и неверующий будет болеть. Однако в вашей болезни вы все равно найдете умиротворение, а в их жизни не будет мира. У вас будут финансовые проблемы, и у них будут точно такие же финансовые проблемы. Но ваше сердце все равно будет спокойно. Аллах по-прежнему будет успокаивать вас, по-прежнему будет вознаграждать вас, по-прежнему будет защищать вас, а они будут несчастными. Они превратили в кошмар эту мирскую жизнь, и помимо этого они упустили следующую жизнь. Поэтому мы просим Аллаха, Господь наш, даруй нам благо в мирской жизни и благо в жизни вечной. Слово «хасана» означает «благо», снаружи и благо изнутри. Благо снаружи – это то, что приносит удовольствие, то, что приятно на вкус. И также благо для моей следующей жизни в долгосрочной перспективе. Построение моей вечной жизни – вот что заключено в словах «Господь наш, даруй нам благо в мирской жизни и как результат в следующей жизни». Нечто, что является прекрасным и благим изнутри. Итак, Аллах Великой Невозвышен говорит, «Он потерял мирскую жизнь и последнюю». Это и есть очевидный убыток. В Коране использованы три слова, обозначающие убыток. Аллах использует слово «хуср», Он использует слово «хасара» и еще Он использует слово «хусран». «Хусран» – это слово в усиленной форме, обозначающее самый худший вид убытка, самый худший, который только можно представить. Из всех видов убытка, о которых говорит Аллах, самый худший – это хусран, когда человек является верующим, но он теряет свою веру, когда его постигают трудности. И как результат, он теряет как эту жизнь, так и следующую, хотя у него было все, Аллах все расстелил перед ним. И в конце я скажу следующее. Описывая верующих, Всевышний Аллах сказал, что они унаследуют рай. Довольно странные слова. Во многих аятах Аллах говорит, что верующие войдут в рай. Но в суре Аль-Минун Он сказал, что они унаследуют рай. Вы знаете, что наследство – это то, что достается вам от вашей семьи, которая уже владела им. Есть два объяснения этому аяту. Первое, что рай был изначально дарован нашему отцу Адаму, мир ему. И поэтому мы уже являемся его наследниками. Мы получим рай в качестве наследства. Но есть один прекрасный хадис, который я прочел, когда изучал значение слова «наследство». Поразительные слова пророка, мир ему и благословения. Он сказал, «Аллах, Велик Он и Возвышен, создал дом в Фердаусе, который является высшим уровнем рая для каждого человека». Не только для каждого верующего, но для каждого человека. Но некоторые люди просто не захотели туда отправиться. И вот, когда верующие попадут в рай, они обнаружат там много пустых домов. И они унаследуют эти дома. Да сделает нас, Аллах, из тех, кто унаследует дома в раю, и не из тех, чьи дома останутся пустыми. Дом, который Аллах построил для каждого из нас, уже ждет нас. Аллах ожидает, что вы попадете в высшие сады рая. Не испортите все, не упадите с обрыва, не потеряйте свою веру в Аллаха. Помните, что, отправляя вам испытания и трудные времена, Аллах хочет увидеть, какую цену вы готовы заплатить за дом в раю. Да поможет нам Аллах преодолеть все наши трудности и никогда не терять свои веры в Него. Подписывайтесь на наш канал и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые лекции. Поделитесь этим видео и помогите в распространении благого. Аркам ТВ. Развивайтесь вместе с нами. Субтитры сделал DimaTorzok